всем привет мы сейчас поедем в церковь нужно будет помолиться за здоровье нашего папы спасибо маму возьму мама с нами тоже хочет съездить церковь сейчас поедем и заберем сперва что там надо забрать какой еще бульон там что-то варили какой кошмар вот и нужно это за бульон забрать ужас и до ужаса теперь как у меня нету битвы не так что приезжай забирай потому что это жалко выливать как так все-таки бульон наваристый подобное что голова сильно болит тоже болеет мы вчера хотели поехать к маме вечером время уже девятый час было мало так ложится в действом хочет помочь а это позвонили на маму я уже легла я уже понимаю что с мамы так она легла на чуть-чуть приболела а сегодня утром звонит и такая без настроения что горло у меня тоже горло побаливает а вот эти вот вся суматоха везде туда и сюда надо было ехать предпраздничные вот эти все дни да ну выходишь конечно больше где больше и внуходишь по торговым центром где больше там народу все такое все равно сейчас вот это вот всякий грипп не грипп ну да ты если мы хотели там суматохват столько торговых центров людей столько еще может быть этот машине разогретый потом бах вышел где-то пока застегнулся секунды все это все вместе считай в деревне тоже бегали без курток все равно по-любому дверь открывалась когда мы продукт заносили родителя таскали с машины двери туда-сюда открыты без курток все равно там бегаешь лазишь туда-сюда это все равно где-то хоп а там подцепил немного тут подцепил не вот так вот получается потом сюрприз говорится но ничего надо будет этот не помогает порошок выпить сегодня правда он перед сном перед сном его выпиваешь и все и на утром может быть поздно поздно быть температуры нету температуре я сразу не ну я и так чувствую что нет температуры на всякий случай померял папа как папа сразу до подходишь это на голову сразу чувствуется температура меришь температуру то падает то поднимается потом и падала ниже давление 35 опускалась температура папа давление падало он станет упадет страшно страшно не дай бог так что берегите свое здоровье все что мы пересмотрели на папу родители это святое берегите реально свое здоровье вовремя принимайте слушаться надо врачей ходить постоянно на консультации где-то что-то сразу идти проверять создавать анализы вот это не дай бог там проблема как в чем то что оба что мама что папа они переболели и плюс еще прививки делали да мама вот она пила тромбоаз а папа он я себя хорошо чувствую когда вот вы стали сейчас его таблетками поедем чё сказал мы с катриной поели его он говорит я никогда таблетки не пил и не люблю мы все не любим блин а когда приходится пить их надо пить это наше здоровье ну что поделаешь их надо пить а вот папа вот так вот если организм да не получается надо это не знаю может все мужики такие безответственные у меня папа также не пил таблетки не любил больницы он просто ненавидел врачей не любил эти больницы не любил туда ходить он говорит а пойдешь там по любому какую-то болячку найдут потом начинают залечивать пожалуйста до 50 не дожил уснул и не проснулся сердце во сне остановилась боже собачка ты чего такая бежит где она там отставала так что желаем всем самое главное это здоровье это здоровье вы не поверите как нам сейчас какому хоть улыбаемся хоть пытаемся улыбаться вам на камеру не поверите как нам сейчас трудно трудно и переживаем за здоровье папы что страшный диагноз поставили так что самое главное сейчас молиться молиться и молиться так что такие дела сейчас поедем давай справа заберем наверно или мама ждет а я думаю заберем потом пока костюмом и оставим чтобы возвращаться там уже где-то не гасится вот и потом это на обратном пути потом заберем костюм в почву сейчас заедем сначала заберем в этот бульон а потом у мамы его оставим а честно с нами не может что если нет для его перевернется ну хорошо хорошо так прям во дворе оставим и все да потом заберем что сегодня немножко у мамы там поможем ей там часик два полтора может быть а потом домой уже работы много надо все делать так что вот такие вот дела сейчас тоже хотим арушан надо да проверить кровь общий анализ крови после папы сразу же баня побежал крыта общий анализ крови сдавать сейчас надо маме будет сдать записать их тебя и маме надо сердце проверить лучше палоска здесь тоже делать и кг не здесь и когда я не буду дели маме проверить почему же мы как мне здесь его проверяли я замерзла пока мне его проверили она у них не работает аппарат у них аппарат рож не работает я замучилась я его уже говорю я уже замерзла нет палоска сделано так они даже эти ты говоришь там они эти штуки ставить не умеют присос да не не хочу не хочу они созывали всех там кто там был в амбулатории кто-нибудь поставьте а то говорит я не знаю как мне не хочу вот такие дела ладно поехали заберем бульон потом за мамой церковь покажу вам какая у нас церковь потому что у нас но не у нас а в палоской у нас много новеньких зрителей спасибо большое что вы с нами нам очень приятно что поддерживаете нас что поддерживаете нас у нас в танец тоже есть церковь она такая маленькая я там ни разу не была она при кладбище она прям церковь на вокруг кладбище а эта церковь у нас в палоской покажем что за церковь губы как раз кстати у меня видишь тоже это сушит и трескаются это влажнитель поставить мне почему-то кажется что мы маме нет 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 я ну буквально ты зайди в кладовку поверни голову налево и как ты видишь его коробка постоянно стоит а чё бы она пустая там стояла ну а там не в плане пустая а что-то в коробке есть другое да нет мне кажется ладно мы уже подъезжаем за бульоном все чуть попозже включимся вот такая церковь станицы Павловской вот в эту церковь мы постоянно ходим вот такая территория погода сегодня солнечная хорошо да по 20 Что-то выбора вообще нет. Что там нет больше никаких? А, здесь вот пластиковые. Кстати, мы здесь ведро на кухню брали. В этом магазине. Твой дом. Уже их нету этих ведер. Гляньте, какое ведро. Вот что-то подобное. О, они уже 795 рублей. О, мойки у них появились. О, с первого раза. Угу, грунт купила. Ну как, пилот, тебе нравится? Классно, он будет подходить как раз. Фикс хочу пересадить. Сейчас покажу. Кстати, я показывала. Нет, вот этот вот прихват, он идет с фикс прайса. Смотрите, как смотрится. Мне очень нравится. Красиво. Сейчас я подключу звездочки. Угу. Это я здесь сидела. Бардак небольшой строила. Вот этот вот фикус. Видите? Вот он. Места мало, наверное. Да. Угу. Блин, сегодня я говорю, в магазине удлинитель не купил. Какой удлинитель? Длинитель надо. Вот. А не надо. Я посмотрела, она в принципе так нормально. Единственное, чтобы она безопасна. Нет, это безопасно. Я просто этот сразу почему не посадил, потому что я думал, что нура хватит, а потом у нас что делать? Можешь шерох поставить? Я вот эту вот штуку уберу. Я хочу посмотреть, как будет смотреться. Я думаю, классно. Нормально. Вообще подходит офигенно. Чай пошли пить. Сейчас я не могу снять. А здесь можешь помочь? Такое ощущение, что она приклеена. Нет. Вот это формат А4. Блин, здесь белого много. Я хотела, знаешь как? Я хотела, чтобы вовсю фотография была. О, а что такое? Почему оно так? Потому что такое, видишь, на шляпку садится. Где мы убрали? В Икеа, да? В Икеа, да. Пилот, ты себя видел? Ты себя-то видел? Он не понимает. Ой, давайте прыгнем сейчас. Ездят. А, это видишь, как только вот так, да, уйдет и много белого пространства. О, да. Белого мне не хотелось. Кто там? Ну, а если бы, допустим, этот, как его, он бы сделал еще больше, он сказал, тогда бы качество потерялось бы. О, да. Сейчас, подожди, это я должен сломать. Не боишься, нужно сломать? Нет, я аккуратно. Хочу просто поменять. Хочу в прихожую. Она как раз подходит по стилю там, потому что есть черная, присутствуют элементы. А здесь что-то в комнате висит. Угу. Все, там не надо. Мне просто такое надо будет. Нет, тебе, поверь мне, так будет неудобнее, я просто знаю. А разный цвет, да, в каком управлении висит? Есть, вот видишь, у тебя вот эта штука. Это верх. Вообще не открывается? Нет, я... А, все, поняла. Все, вытягивай, на себя. Оп. Угу. Ножницы. Знаешь, здесь пленку снять надо. Она с той стороны снимается. Я думаю, блин, что такая мутная фотография, там пленка же еще. С какой стороны? О, бери. Вот там, там пленка эта, на пластике. Вот и все. И с другой стороны. А еще? Конечно, их там две, с обоих сторон. И сейчас она, получается, будет прозрачная. А то она какая-то мутная получалась, и фотография эта. А что-то я не вижу со второй стороны. Есть, есть, видишь, вот она эта. Да, вот эту штуку вижу, а пленку не вижу. Ноготочками. С угла, с угла, начинай. В углу каком-нибудь. Мне не за что пока спится в углу. Сейчас мы сделаем, потом покажем. Смотрите, сделали такую фотографию пилотика. Распечатали, да? Пилот, у тебя была фотосессия? А? У пилотика была фотосессия? Ой, какой красивый пилотик. Пилот, у тебя фотосессия была, да? Ты позировал пилотик? И решили распечатать фотографию и повесить так в прихожей. Пусть висит. Да, как говорится, люди заходят и понимают, вот хозяин, да? Да. Хозяин в доме. Потом потихонечку мы сделаем это, свои тоже распечатаем, да? Фотосессия. Надо распечатать. Сейчас все в ноутбуке и думаешь, а ты их видишь и нормально. Все на заставке есть фотографии и не паришься как-то. Ну, надо как-то немножко, чтобы фотографии были в доме. Это прям мне нравится, когда есть фотографии. Просто почему сейчас мы, как сказать, это не отрасли фотографии? Потому что, мне кажется, здесь чего-то не хватает. Мы либо портрет хотим сюда наш, либо полку какую-то сюда, такую навесную. Художника найти. С какой-нибудь там зеленушкой. А потом только уже, когда мы поймем, что здесь уже все, здесь хватит, здесь хватит, допустим. Вот сюда торшер хотела поставить. Вот сюда вообще торшер хочу. Не торшер, ты же вроде бы говорила. С лампом. Нет, этажерка такая, с полками. Ну, либо такое вот что-то. Не знаю, хотелось бы лучше бы лампу вот эту. Как лампа торшер. Торшер? Угу. Или надо еще. А потом уже мы сделаем. Вот торшер я тебе могу типа сам сделать в стиль лофт. Вот такая вот фотография распечатать. Это А4 размер. У нас здесь палочка 400 рублей стоит. Да, если честно, подофигел, думаю, нифига себе. Да. Давно не распечатали. Давно не распечатали. Давно не распечатали. Ну уж. Давай я сейчас сам. Ты ее поставь, а я буду смотреть. Приложи просто ее к стенке. Не низко? Не низко. А ну-ка, если повыше немного. А пониже? Так. Надо определиться вправо-влево. Я думаю, вот так нормально. Ну-ка, если чуть-чуть пониже. А так не низко было бы, Рушан? А мне, когда близко стоишь, непонятно. Ты издалека все-таки смотришь или не близко? Давай. Просто знаешь это? Ты подержай, я отойду. Просто знаешь, почему я тебе скажу, почему так? Нет. Ой, мамочка. Нет. Ты подойди ближе к дверям. Ну, я думаю, вот так. А знаешь, почему? Ну, попробуй выше. Вот смотри, если я выше, смотри, здесь отсвечивает лампа. И не видно. И не видно уже это, да. Она ниже тогда. Сейчас ты смотри, где лампа уже пересекла. Угу. Лена. Вот так. Пойдем? Да. Давай вот здесь вот, по этому, да? Вот, по этому, его броняется. Да. Вот здесь, вот здесь, броня. Так, вот так. Угу. Все, красавчик. Это она плед постелила. Это я его заманивала знаете чем? Вкусняшкой. Я его заманила. Я полностью подниму. Куда, когда хлопаем. Вот это дверь очень сильно хлопает. Я знаю, что подтянули. Я прострадал. Смотрю, насколько еще подтянуть. Просто надо будет еще одну веточку добавить, потому что две, конечно, как-то это не очень. А это что? Это здесь. Я знаю, я просто убрал. Я тоже была против всех вот этих дыр, мне они не нравятся, ну а что делать, надо же просто помолвать. Ты ее посадил там на крючок или ты ее просто посадил на самуралу? На крючок. Ровненько? Ну что, как, ровненько? Класс. Знакомьтесь с целью. Чуть-чуть, криво, немножко вот так вот. Чемодан пока здесь, потом будет, когда у нас гардеробная. Это все разберется. У нас на данный момент дом маленький, можно сказать, с одной комнатой. И поэтому все наставлено там-сям. Когда будет прихожая, спальня, много что уберется, много что расставится. Но пока как-то так. Пилотик теперь у нас здесь висит. Пилотик. Потому что я как-то была где-то в гостях, я видела, что их любимец домашнее животное в рамочке. И все, надо потом еще с ней... Ну, Нэнси у нас с ней труднее, конечно. Этому можно сказать, сидеть. И он бедный такой, опа, такая мордаха испуганная. А с Нэнси не прокатит. Нэнси нет. Еще сверху надо будет Патрика, Макса, а потом это... Ну, это будет уже слишком. Они-то на улице живут. Они охранники. Да, давай всех животных сюда. Тогда и курсик соберем. Всех курочек, да? Какая-то на калах мы бываем. Да, и курсик соберем. Все будут здесь у нас. А это у нас фотография. Благодаря нашим подписчикам мы выиграли ее бесплатно. Не помнишь, в каком городе? В Сочи. Где? А, вот, да. Большой Сочинский дельфинарий. Угу. Я в Инстаграме выкладывала там фотографию с хэштегами. И мы выиграли. Фотографию нам сделали. Это лампочка на кухне, да, поменять надо. И нам с Dublin. Да, прям.